Позвоночные, черепные. Это наиболее высокоорганизованная группа животных. Перевечный осевой скелет, хорда, заменен хрящевым или костным позвоночником, с передним концом которого сочленен череп. Отсюда их второе название, черепные. Позвоночных объединяют в шесть основных классов. Это хрящевые и костные рыбы, земноводные, присмыкающиеся, птицы и млекопитающие или звери. По числу видов 40-45 тысяч значительно уступают беспозвоночным, но более разнообразны по приспособительным типам и жизненным формам. Вероятными предками позвоночных были древние животные, близкие к ланцетникам. Для всех этих животных характерен общий план строения. Хорда у них постепенно заменяется позвоночником. Это создает прочную опору для мощной мускулатуры. Для обеспечения кислородом этой мощной интенсивно работающей мышечной системы потребовалось совершенствование систем дыхания, кровообращения, выделения. Органами дыхания у большинства водных позвоночных служат жабры, у наземных парные легкие. Кровеносная система позвоночных, как и всех хордовых, замкнутая. Важнейший ее орган – сердце, имеющую мощную мускулатуру и состоящая из двух-четырех отделов – предсердий, желудочков. Кровь выталкивается из сердца под большим давлением и движется по сосудам, доставляя в органы питательные вещества и кислород и освобождая их от продуктов распада. Органы выделения позвоночных – почки. У наземных животных они при выведении продуктов обмена веществ возвращают в организм часть воды. Совершенствовались такие органы чувств и центральная нервная система. Особенно ярко эти изменения выражены у позвоночных животных, перешедших к обитанию на суше. В нервной системе позвоночных различают головной и спинной мозг и отходящие от них нервы. Они имеют глаза с фокусирующей линзой, хрусталиком, совершенные органы слуха, у большинства со слуховыми косточками и перепонками, усиливающими звуковые волны, вкуса, обоняния и осязания. Субтитры создавал DimaTorzok